В Беларуси утвердили основные направления денежно-кредитной политики и прогноз социально-экономического развития на 2022. Республиканский бюджет сохранит социальную направленность. Главными факторами прибавки в общую копилку должны стать внешний спрос и сбалансированное наращивание внутреннего потребления. В благотворительной акции «Наши дети» примут участие около 1 миллиона ребят. Заявились более 90 предприятий. Планируется, что они посетят порядка 150 учреждений и организаций здравоохранения, социальной защиты. Республиканские мероприятия с представителями органов госуправления охватят 20 тысяч детей. Инстаграм планирует ограничить доступ для детей до 13 лет. Благодаря новым алгоритмам взрослые пользователи не смогут писать несовершеннолетним, если те не подписаны на них. Инструмент родительского контроля позволит видеть, сколько времени подростки проводят в сети и устанавливать временные рамки. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на пятницу из-за гололедицы. Погоду определяют атмосферные фронты из Украины. В ряде районов пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Местами ожидается туман. ГАИ призывает к осторожности на дорогах. В Бобруйске пройдет ярмарка вакансий. Безработных ждут 15 декабря с 10 до 12. В актовом зале управления по труду, занятости и социальной защите. К участию приглашены шесть организаций. Посетителям рекомендуют использовать защитные маски.